Отец Луис Пилаес в возрасте 17 лет был волонтером на Всемирном Дне Молодежи в Мадриде. Он принимал паломников в школьном спортзале в своем районе. Десять лет спустя Луис стал священником прихода в городе к югу от Мадрида и тюремным капелланом. Как он сюда попал? Он говорит, что это благодаря свидетельству Папы Бенедикта XVI, которое тот дал на молитвенном день. И Папа решил, по крайней мере, мы так думали, не уезжать. Даже если разразится буря, на нас обрушился сильный летний шторм. И сцена, где была монстрация Толедо, а также где проповедовал Папа, выглядела так, как будто все рушилось, потому что вся ткань развивалась на ветру. Я помню, как Папа сказал, что наша вера сильнее дождя. Меня поразили эти слова. Это событие помогло отцу Луису осознать свое желание посвятить жизнь Богу, призыв, которому он поначалу сопротивлялся. То, что я пережил во Всемирный день молодежи, осталось во мне. Но, честно говоря, я пытался скрыть это. Я пробовал пойти другим путем, приложив много усилий и самоотверженности. Я начал учебу на мгновение, в общем, передумывал. Он не продержался и шести месяцев на курсе по изучению инженерного дела в области телекоммуникации. Через несколько месяцев после поступления в университет он встретился с ректором семинария Алькало де Энарес, чтобы узнать о своем призвании. Было много факторов, которые подтолкнули его к священству. Преданность приходского священника служению другим, то, как непринужденно отец Луис чувствовал себя вместе со своей религиозной группой, и пример, поданный семинаристом, с которым он познакомился в том же году. Но, как он сам признает, Всемирный день молодежи стал решающим моментом. Это зажгло искру. Он также нашел ясность в словах папы и повторяет про себя эти слова каждый день. Я прекрасно помню, как папа сказал, «Не соглашайтесь ни на что, кроме правды и любви». Я прекрасно помню, как в тот момент мы с двумя друзьями, которые сидели довольно близко к папе, опустились на колени. Это неизгладимое впечатление от Всемирного дня молодежи, который прошел 10 лет назад. Следующий будет в Португалии в 2023 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok